У нас сегодня очень важное заседание. Мы его называем расширенный университет совет с участием всех районных отделений. Фактически общее собрание представителей Московского областного отделения Войтника. Мы очень давно так и собирались, вот это наша вина, но наконец-таки собрались. Во-первых, это вызвано необходимостью провести ряд рекомендационных вопросов, которые мы должны по устану принять, судить, утвердить. Во-вторых, это вызвано необходимостью того, что в июне пройдет съезд Всероссийского общества охраны, по-моему, с историей и культуры, где будут перезабираться все органы управления. Соответственно, мы должны в мае провести отчетный выбор на конференцию нашего Московского областного отделения, где также будут перезабираться все органы управления нашего общества. Нам необходимо утвердить выбор председателя собрания, секретаря собрания, выбор с регламентом. Мы в качестве председателя собрания, предлагаем свою кандидатуру, в качестве секретаря собрания, Мария Леонардовна Урановна, председателя Зенегородского отделения ВОПИД. Если есть предложение, предложение. Если нет, прошу бы усаду. Нам необходимо утвердить поездку в сегодняшнем заседании. Я ее оглашу. Первый вопрос – это проведение отчетного выбор на конференции Московского областного отделения ВОПИД. Второй вопрос – о членстве в Московском областном отделении ВОПИД и о установлении размера и порядка уплаты членских носов. Третий вопрос – отчет об основных направлениях работы Московского областного отделения ВОПИД за стекший период. Четвертый вопрос – финансовый отчет. Пятый вопрос – о ситуации с сохранением в историческом поселении Московской области. Презентация книги Георгия Ивановича Канышева, посвященная историческим городам. Обсуждение этого вопроса. И шестой – это представление местных отделений Московского областного отделения ВОПИД. У нас будет несколько докладов и презентаций от наших районных отделений. По регламенту я постараюсь первые четыре вопроса организационных уместить в полчаса. Все остальное время мы отведем на обсуждение исторических городов и, соответственно, презентацию местных отделений. В целом, предлагаем вложиться до 2,5 часа максимум за 3. Прошу голосоваться. Если нет возражений, то мы не можем. Принято. Тут впереди есть места. Проходите. Первый вопрос – проведение отчетно-выборных конференций Московского областного отделения ВОПИД. Ну, как я уже сказал, в июне состоится съезд в строительство общества, куда мы должны будем направить своих делегатов. И, соответственно, раз в 5 лет по уставу ВОПИД мы обязаны проводить отчетную выборную конференцию, где перезбирать все органы управления. Нам сегодня необходимо утвердить дату и время проведения отчетной выборной конференции. Соответственно, мы обсуждали этот вопрос на Президиуме и предлагаем дату 12 мая, 17 мая. Впрочем всех, кто как-то сверится своими планами, по-кооперативному. И если нет возражений, то мы утвердим эту дату и время. Нет возражений? А что за день едет? Четверк. В пятницу, в пятницу, в пятницу. Ну что, надо? Четверк. Так, сейчас. Все, проекты взяли. А где, здесь? Да, здесь же. Ну, может быть, в Центральном Совете, но мы заранее всех, кто есть. Ну, давайте тогда утвердим. Убедительная просьба тогда срок до 15 мая предоставить нам предложение, если кто-то желает участвовать в этих органах управления, в Совет Московского областного отделения, в Президиум. Если у кого-то есть какие-то предложения по кандидатурам, да, которые мы считали бы целесообразным включить в органах управления, просим их предложения направить в наш адрес, и мы, чтобы заранее как-то составили эти списки. Второй вопрос о членстве ВАИПИК. Уставление размера и порядка плата членских взносов. В Центральном Совете ВАИПИК недавно было принято новое положение о членстве. Оно было вызвано в том числе необходимостью приведения в соответствии наших внутренних положений требований до конодательства. И вызвано тем, что Министерство юстиции стало проводить проверку наших региональных отделений. И одна из главных претензий, которая предъявляется региональным отделением, что не ведется в регистр членов, что нет подтверждения в пласте членских взносов, в общем, нет каких-то методов, подтверждающих членство в обществе. Соответственно, поскольку мы являемся общественной организацией, официально зарегистрированной, ежегодно сдаем учеты в МИЮС, соответственно, у нас распространяются все требования законодательства, мы, конечно, должны вводить порядок. Как организации, как провести учет всех своих членов, кто и ранее вступал, кто и сейчас хочет вступить. Поэтому мы по всем разослали, кто-то не получил или еще не слышал, анкеты, анкеты двух форм, это либо о вступлении, либо о подтверждении членства. Они заполняются, передаются нам в оригинале, мы, соответственно, их основания уже составляем в спине. Просьба, если кто-то не получил за эти документы, мы вас просим попросить их взять, можно и сейчас взять, оставить нам их сведения. Каких-то строгих сроков необходимости заполнения этих анкетов нет. Как бы все, кто вступал в АПИК, начиная с 1966 года, все являются его членами. Но, тем не менее, нам необходимо наводить порядок и проводить такой учет в соответствии с современным требованиями. Второй вопрос – это об установлении размера и порядка уплаты членских взносов. Одной из обязанностей членов СССР в истории культуры является уплата членских взносов. Как мы знаем, в советское время на эти взносы, которые собирались в массовом порядке, очень неплохо существовало. Даже проводил огромный объем реставрационных работ за счет этих средств, которые аккумулировались. В последние десятилетия эта система сбора членских взносов практически развалилась. Ну, в инициативном порядке какие-то отделения нам издавали, но мы это не сможем требовать. Опять-таки, сейчас, поскольку мы наводим порядок с нашим членством, мы будем ежегодно, соответственно, всех пройти в плачевые членские взносы. И нам надо сейчас установить их минимальный размер. Мы обсуждали это только на президиуме. Ей было предложение установить минимальный ежегодный членский взнос 500 рублей. Если есть какие-то предложения, предложения будут. Или единоразовый плачевые взносы? Да, единоразовый. Порядок уплачевых взносов предлагается такой. То есть до 1 марта текущего года все утвержденные члены ВАПИК вносят этот взнос. Его можно износить либо через районное отделение данных списавших взлетов, если я послать взносу, либо можно его перечислять на счет нашей организации. Соответственно, в этом году, если кто-то еще не уплатил за 2016 год, мы устанавливаем срок 1-го июня. Уплачевые взносы. А вы думаете, пенсионеры это будет? Да, вот насчет пенсионеров как бы на нас. Я дляношу вопрос этот наобсудимый. Пенсионеры надо поменьше? Да, работающие, пускай это так будет. А вот пенсионеры надо. Опять же, пенсионеры надо. Ну, какие-то... Итак, пообедите, да. Я просто немножко поясню необходимость данных, где же уплаты внос. Дело в том, что у нас, поскольку официально зарегистрированная организация, тут уже есть исключение, мы сейчас изобновили всю нашу бухгалтерию. Вот у нас достаточно крупные организационные, даже технические расходы. Соответственно, никакие вот все взносы, которые мы сейчас получаем, не открывают. У нас встает вопрос, хоть от того, что мы можем ликвидировать организацию. А из-за того, если вы о, так сказать, запросе поддержания этой организации из бюджета в Питере, почему-то организация, занимающаяся охраной, памятником, она вообще у них стала бюджетной структурой? Ну, вы что-то путаете, конечно, бюджетной структурой достать не можем, потому что мы являемся общественной организацией. В Санкт-Петербурге в этом году Занкт-Петербургское отделение Вальпик получило прямую целевую субсидию на экскурсионный проект. По городу Санкт-Петербургу аналогичных проектах «Московский выход из города», но, конечно, никакого бюджетно-финансирования общественных организаций приемом не существует. Я, может быть, это не Вальник, а те, кто просто структурой занимается. Ну, я поясню, есть система получения президентских грантов. В частности, мы практически весь прошлый год посетили плану, чтобы получить президентский грант. Это огромное количество документации конкурсной. Мы в двух вопросах участвовали, в итоге мы его выиграли, получили грант 2,5 миллиона. Но, к сожалению, из-за того, что у нас не было заранее, ну, несколько лет, вообще работающих в Галдиле, мы не смогли предоставить в Орле свое время расправку налоговой, а по отсутствию задолженности. В итоге нам этот грант не было. Соответственно, мы сейчас... Может быть, грант просить на содержание аппарата? Соответственно, на грант не будет. Нет, грант не может быть на содержание пара, грант может быть на основную деятельность. Я не знаю. Просто, господин, люди так занимают, тратят свое время. Я вас не уговорю, да. Давайте обсудим, какой раз будет чья в конкурсе, вы считаете артимент. Мне еще выделить эти самые... Школьники являются совершенно летними, у нас члены Вальпык могут быть совершенно безумные. Студенты. Паспорка, в 14 лет мы даем. Студенты, в том числе. Студенты. У нас есть половина людей, которые не работают. Ну, давайте разделим, для работающих и не работающих. Да, не работающие работающие. Работающие 500, не работающие 100. У меня уже много. В ее функции, в организации, в обществе 100 рублей в месяц. Я считаю, это не так много. 100. Можно же либо сразу, либо 100 рублей в месяц. 100 рублей в месяц. В месяц вы сейчас сами собирались? Нет, я не могу по-разному. Ну, понятно. Нет, он встает в архитектор, а вовремя там 50 тысяч. Ну, можно верить, что 500, 300 рублей, и все это будет не для права. Ну, вот, добраться членам. Ну, хорошо. Раз не поступает в другие предложения, предлагай голосовать. Следите, что вы просто... Благи-то общественные организации? Общественные. А насчет взрослых акси-юритической стороны? Это обязанность членов плачевых взрослых. Общественная организация основана на... Есть вот два права. Мы поставим условия. Если вы будете взрослых платить, тогда, в общем, директора заматите. Официальная отчетность финансовая. Ну, мы сдаем официальную отчетность. То есть, это будет бухгалтера составить, и официальная отчетность. Мы этим занимаемся в последнее время решения. Ну, все деньги будут украшать. Благодарите, пожалуйста. У нас организация является юридическим лицом. Мы обязаны сдать бухгалтер отчет и сдать его изучение. Юрий Измайлович, Юрий Измайлович, вы рада послушать это. Наша организация является зарегистрированным юридическим лицом. Соответственно, независимо от того, собираем, членов членов снос или не собираем, мы обязаны содержать бухгалтера и сдавать отчет, что мы делаем. Не важно, мы любой, мы любой, мы обязаны. Предложения. Может быть, разделить даже не на два уровня, а на три предложения. Допустим, для неработающих студентов и пенсионеров сделать 300, 500 для основной массы членов, и, наоборот, какую-то программу бонусную, для кого-то, кто-то может и больше 500 в год выносить. То есть, вот какой-то... Для минимальных сносов. Да, ну, понятно. Но, так сказать, вот именно стимулирующие там какую-то деятельность, там, не знаю, сертификаты, там, ну, как благотворительность и увеличение. У нас сейчас будут по новой форме напечатаны членские карточки, все они будут разрываться. Нет, ну, плюс к этому, допустим, грубо говоря, человек там вносит не 500, а там несколько тысяч, но получается, грубо говоря, набор открытых ласки. Там с вами нужно будет следить минимальный зашел. Коллеги, это меньше старт лет. Это 40 с чем-то рублей в месяц. Я правильно понимаю, что мы отправляем 100 рублей в год? Да. Да, да. Вот, 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 вот. Завидимые категории варны, которые не найдут, 40 рублей в месяц. Да, я нахранил. Это меньше, по-моему, проекта может быть? Да, да. Вот, 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 вот. Я нахранил. Я, в общем, студент жил. Степендию, 500 рублей, 500 рублей в месяц. И на дорогу надо 350. Вот, 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 вот. Не слышать и не может... ... 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 Я предлагаю проголосовать. По минимальному сносе 500 рублей в год. Третий вопрос. Об основных направлениях работы в 20-60-е годы. Можно вопрос? Это будет оконформа, как начать сноса, превращаться к определенным равенным местам? Ну, соответственно, все сносы относятся на официальные счеты. Дальше мы решаем, как... Если мы соберем сноса больше, чем мы оплачиваем, там съезжаем и так далее. А это, получается, по минимальному сноса, все это поддержание пара, да? Уважаемые коллеги, за прошедший год, за прошедшие несколько лет, была очень активная работа, в первую очередь она была сосредоточена в наших местных районных отделениях. Я бы сейчас хотел просто по списку назвать присутствующие здесь представители районов, потому что я считаю очень важно, чтобы все познакомились между собой, потому что у нас именно в последние годы активно создавались отделения, городские, районные, именно они активно работают, но до сих пор нет никаких горизонтальных следей, да, наши представители ознакомились с другими организациями. Вот, мне кажется, очень важно, чтобы все друг друга увидели и, так сказать, сценарий в лицо. Я, может, просто быстро перечислю, и вы вставайте, пожалуйста, и представляйтесь. Клинское районное отделение, но это отделение, которое давно функционирует, сегодня присутствует председатель Кришаков Ф. Петрович, и ответственный секретарь, Амирин Михайлович. Цвиньгородское отделение, председатель Мариы Леонардовны. Ты заместитель? Да, заместитель Елена Бойкова. Елена, станьте, пожалуйста. Чеховское районное отделение. Я председатель Дудин, да, я занимаюсь сейчас. А как председатель? Бойкова Валерия Владимировна. Очень приятно. Крайминское городское отделение. Ну, там, я не говорю, где-то вижу. Так, где там кому-то зашло, а куда-то ушло. Ну, где-то все, Андрей. Андрей Чермашец. Чермашец. Да, член Совета отделения. Пушкинское районное отделение, председатель Караминов Иванова Алексеевна. А вот подошла Ольга Игоряна Геннадьевна. Здравствуйте. Ольги сегодня день рождения. Приятная компания. Здравствуйте. 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 У меня здесь еще очень спасибо. Олег Козуевское районное отделение. Любовь, Молюсинова. Следующее поставленное отделение Шлавзина Игорьевич Леонцев. Но сегодня не будет. Нет, он заслаждает « eurospensig» отделение. Ну, вот у нас, к сожалению, проблемы с существами с фер... струкционированным самым отделением. Вот по городу из вас представляется Прокровство там, кстати, «оброск». Серхуковское районное отделение. Павел Стенчик, председатель Жуковское городское отделение Председатель Малаховское отделение По городкам поселения Малаховка Александр Гордеев Булгаламское районное отделение Александр Гордеев Осташовское отделение Это усадь сельского поселения Осташова Которое занимается хранением усадьма Осташова Марина Заборина И наш спецент Мария Булгаловна Солнышногорское отделение Хаил Булгалам Ленинское отделение Должно было подъехать А кто-то не поможет И Булгаламское отделение Тоже было у нас не подъехано Пожалуйста, очень большая просьба Мы вот сейчас буквально на днях уже запустим сайт На сайте у нас будут разделы отделения Там будут указаны контакты всех местных отделений Соответственно, все конструкционные ресурсы И просим как-то между собой тоже взаимодействовать Налаживать какие-то связи Потому что крайне тяжело Здесь центры координировать По отдельности каждый район, каждый город В общем, как-то надо Планировать активно Именно как такая единая организация В основных направлениях работы Я выделю, может быть, какие-то наши Как я считаю, такие основные достижения Основные направления Которых мы хитрировали все свои силы И которые дают какой-то результат Который мы можем увидеть Первое направление работы Которым активно занимались Это выявление постановки под окрану Ценных объектов Не обладающих окранным статусом Вот мы сейчас освоили, можно сказать Такой механизм постановки этих объектов под окрану Не так давно, как двух лет назад Министерство культуры федерального Министерство культурно-областного Утвердили новые порядки выявления памятников И, соответственно, в законе тоже появился Новый порядок выявления памятников Теперь у нас три стадии его выявления Первая стадия, которая делается На основании заявления Отключения памятника в реестр Когда такое заявление подается По органу охраны Памятник сразу приобретает статус объекта Обладающий признаками объекта культурного наследия И это уже его защищает от сносства То есть никто не может его износить До тех пор пока не будет установлена Его историка культурной ценности Следующая стадия Это выявление памятника Когда орган охраны памятника С привлечением очень методического совета Или без привлечения экспертов Рассматривает эту заявку Памятник становится выявленным Вот в силу решения этого органа охраны То есть раньше для того, чтобы он стал выявленным Требовым государственным историко-культурным экспертизм Теперь этого не требуется В течение 90 дней С момента подачи заявки Орган обязан Либо признать его выявленным Либо как-то отказать Его выявление Ну и уже третья стадия Соответственно Отблюдение государственных историко-культурных экспертизм И включение отдыха в реестр Соответственно По очень многим объектам районов Города, которые не имели такого охранного статуса Мы проводили эту работу И за прошедшие, наверное, три года Нам удалось поставить под охрану Несколько десяток Очень значимых и ценных объектов Конечно, всегда это происходит С большим трудом С сопротивлением С каким-то сопровождением Средств массовой информации Потому что, как правило, Есть какие-то интересные Заинтересованные Застройки и уничтожения этого объекта Но, тем не менее, нам удалось Поставить под охрану Целые архитектурные комплексы Например, в Болческой трудовой коммуне в Каролине Или сейчас на рассмотрение Управление на трудный комплекс Ансамбля Пудренки в Пушкино Удалось поставить отдельные памятники В отдельных городах И в Длину и в Ореху Зуево Наше отделение направлении Цезегения И объекты приобрели уже статус реестров Удавалось поставить под охранами Какие-то парковые территории Например, Роща Победа в Звенигороде Или, только что признан выявлено Парк-усадьба Парик-Алисейская Краснодарский парк 18-го века Который тоже был охрану статуса Например, Алия села в Бельгинском 1813 года Очень важный был такой объект Это усадьба Дугино В Денинском районе Которая, эту усадьбу Забежавшим Черским Где только живут в Горопале В общем, это сообщение Самое известное произведение Именно в этой усадьбе И она также не имела Никакого охранного статуса И, в общем-то, ее хотели Собственники строить, поджигали И сейчас удалось ее тоже Признать объектом культурного наследия В общем, можно долго перечислять Но хотелось бы обратить внимание Наших отделений и всех членов Что вот эта работа возможна Она очень, так сказать, продуктивна Причем это какое-то такое Не только протестное направление работы А именно позитивное То есть мы предлагаем объекты И это позволяет их спасти И защитить Сейчас вот очень сложная ситуация Тоже просим всех поддержать Это башни Сыночногорска Это блоковая башня Николаевской железной дороги Один из символов города И который Ровесники Николаевской железной дороги Тоже на них была направлена заявка Но местная администрация СЖД создали целую компанию Травить наше местное отделение Требоват обратиться за заявки В общем, отказаться от защиты этих башней Мы все-таки надеемся, что их признают Бывным объектом Потому что они, безусловно, обладают И архитектурной ценностью, и исторической Вот, соответственно, и по рекламу Зуева Есть у нас такие подвисшие проблемные объекты В общем, их достаточно много Да, сейчас мы отправили буквально сегодня Вот, ой, из колонны Подготовлены заявки Я тебе вызвал управление По покодельни Шанинской колонны Тоже очень интересный архитектурный комплекс Который, вот, могут выкуновить снести Он не обладает охранным статусом Даже здание за новым храмом Вот, что же подает подснос Ну, в общем, очень много таких объектов Которые у нас в работе Либо мы пишем на них заявки Либо мы организуем экспертизы У нас есть дружественные эксперты Некоторые из которых здесь присутствуют Которые помогают нам Либо за символические какие-то деньги Либо вообще без права Написать государственную экспертизу И это тоже очень помогает Участую спасать эти объекты Кто не знает, как писать эти заявки Или заявления Мы просим тоже всех обратиться Мы вышли ему про сцену В общем, мне кажется, надо эту работу освоить И просто, так сказать, поставить на поток Да, вот у нас объекты Уже уже не надо писать Там что-то написано Кстати, у нас просто есть объекты Которые не хватает исторических данных Или не хватает каких-то планов И, к сожалению, просто тоже рук и сил Не хватает этих всех Планов-саду-другенов Поэтому какие-то есть объекты Которые никак не сдать Извинения В частности, в Палестинской больнице Второе направление Очень важное Это, конечно, защита наших историк-культурных ландшафтов Защита зон охраны Как вы знаете, у нас критическая ситуация Московской области Зон охраны Почти на 6 тысячи объектов культурного наследия По-прежнему у нас всего 50 проектов То есть утвержденные зоны охраны существуют Это целенаправленная политика Правительства Московской области Не утверждать охранные зоны Даже если есть разработанные проекты Прошедшие экспертизы Даже если проект сделан за бюджетный счет И под любым предлогом Они заматываются Годами лежат И не утверждаются И более того Все 50 проектов, которые утверждены Постоянно в них происходят Во-первых, попытки Просто застройки зон охраны действующих А во-вторых Попытки признать их устаревшими Попытки пересмотреть их в сторону уменьшения И вот последние несколько лет Мы практически все время боролись С Министерством культуры России Или даже с областными властями Которые инициировали пересмотр В сторону уменьшения вот таких зон охраны Ну вот, например, наш Такое знаковое сражение Было за зону охраны Древних городов Радович Который еще в 86-м году Заработал цепей заемок Чернов Вот, и вдруг Наши министерства культуры И все органы провозгласили Что они повторили эти зоны Что они действуют Там началось массовое выделение Земельных участков Около 300 годов Было переведено под застройку Началось массовое строительство И более того, Минкульт Заказал разработку проекта Примечательное место Которое реализовало все это постройку И сократило границы И вот мы очень долго боролись И доказывали, что Старые зоны должны действовать По-прежнему И, в общем, нам удалось Это доказать И в объектах у него Участие в том числе В судебных процессах Верховный суд Унес решение о том Что эти зоны действуют И сейчас удалось Остановить и саму застройку То есть как-то Ну, конечно, отдельный Презод есть Но вот этот массовый Перевод земель В застройку Он был поменен Тоже прошли суды И то, что Минкульт создал Примечательное место Которое Очень сильно Меньше по площади Чем зона охраны Привыграны же Нам тоже удалось доказать Что это не должно Привести к отмене Зон охраны Они должны действовать И, в общем-то, на сегодняшний день Не действуют И вот такие аналогичные Эпизоды Мы прошли с целым Рядом объектов И, конечно, Это история с Аркадийским Бесконечная Вот, где тоже попытки Не только застройки Но и пересмотра Да, в сторону уменьшения Зона охраны Такие же попытки С Новым Гусаринским монастырем были И, в общем-то, на сегодняшний день Вот нам какие-то эти позиции Удалось вставить Более того, нам удалось Вынести этот вопрос На самый высший государственный уровень В 2012 году Было изданно поручение президента Об установлении И сохранении зоны охраны Объекта культурного наследия И там были переименованы Конкретно пять Подмосковных объектов Своя-Сергиево-Лавра Новый Мусалим Радович Аркадийская И была создана Специальная комиссия На уровне администрации президента Которая, в общем-то, Держит эти вопросы на контроле И всегда привлекает Общество охраны памятников Мы пишем, как бы, такие Справки, доклады И аналитические записки О том, как соблюдать Среди режима зоны охраны Ну, я не буду перечислять Сходит по высоте наших выездов Каких-то инспекций Обращений, требований Репортажей Но, в общем, эту работу мы везем И тоже она приносит Свои результаты Другая, как бы, часть этой проблемы То, что по-прежнему Вот наше правительство Московской области Не хочет утверждать многие зоны охраны И мы об этом тоже, как бы, открыто везде говорим Что просто эти проекты замыли Будут целенаправленно Либо, если они утверждаются Они утверждаются в таком виде Что лучше их вообще не было То есть, когда Зона охраны фактически Регализуют застройки Вот как сейчас это происходит И правильно Вот еще одна такая важная Выкладатель инновации Которую прошу всех обратить внимание Это защитная зона Экскуртурного наследия В ноябре были приняты Поправки закон о панике И появилось такое понятие Как защитная зона У тех объектов У которых нет установленной зоны охраны У них автоматически действует Защитная зона Она рассчитывается по-разному От 100 до 300 метров И, в общем-то, в этой зоне Ничего не надо строить И на это, как бы, надо На сегодняшний день Да, это единственная такая Иридическая защита этих объектов Это надо знать Как быть и пользуются Третьим управлением работы Очень важным Это, конечно, сохранение Наших исторических городов Как вы знаете Московский область 22 исторических города Два города федерального значения 20 городов регионального значения Опять-таки, они были В 2010 году решены Статуса Приказом Министерства культуры России Осторожности предплаза Райской колонны И вот, поскольку В том числе наше отделение ВАПИС очень активно Применяло этот вопрос В 2013 году Был бы утвержден Перечень городов регионального значения И вот в 70 городах Попадком был Возвращен такой статус Но, опять-таки, этот статус Как выяснилось, он не спасает Ну, хотя бы нам перестали говорить Что наши города Не является историческим Но в этих всех городах Должны быть разработаны И утверждены Охранные документы Во-первых, это предмет охраны Границы исторических поселений И, конечно, независимо Совершенно от того Исторического Семь или нет Должны быть утверждены Таких местах В этих комплексах Памятников Объединенных Зона охраны Я тоже об этом все время говорил Но до сих пор У нас ни в одном Москве в городе Нет этих охранных документов Идет разработка По ряду городов Предметов охраны Но Она идет медленно Тоже пупсуют Почему-то по тем Городам Которым она разработана И в конце Тоже никак Она не видит На утверждение Зона охраны У нас тоже годами На исторические города Куда-то перекладываются По колонне Был сделан проект С положительной экспертизой Тем не менее Надлежит без движения По Звенигороду Наверное Уже десятый проект Объединенных Донатман И тоже надлежит без движения И в общем В такой ситуации Получается Что историческая среда Городов Абсолютно безучитна И мы вынуждены Тоже С нашими местными Отделениями Постоянно Вот обидеть По хвостам Затыкать какие-то дырки Когда что-то уже сносят Сжигают Увеляются какие-то Проекты застройки Мы постоянно На это реагируем Соответственно Далее мы пытаемся Я исправить Какое-то Заявить программу И просто Вынуждены Поднимать Широкий общественный резонанс Для того Чтобы Защитить эти объекты И отменить Какие-то проекты застройки Но тем не менее Что-то получается Что-то не удается Но Суперисторических городов Мы еще поговорим На отделе объекта Эту работу Мы активно ведем Еще одно направление Работы Которые Мы активно Ведели В прошлом году И такое Встретило Большой положительный Новый отклик В общественности Это Волонтерство Проведение Субботников Волонтерских вылетах На памятниках У нас Некоторые отделения Проводят самостоятельно Регулярные Такие акции В каких-то усадьбах Объекты заброшены Привлекая их на внимание В прошлом году Мы организовывали Общие областные субботники 5 на субботник Прошли на территории Гребнева Потом Мы дважды Выезжали Усадьбу Семеновская отрада Закрытую усадьбу В Ступенском районе На территории Повторяю пенсионов от ФСБ Нам удалось Наговориться Туда попасть И в общем Повести людей Начать тоже Какие-то работы Хотя бы По расчистке территории Потому что Запрошенные усадьбы Зарастают очень быстро и лесно И получил Очень большой отклик И очень много Появилось новых людей Волонтеров Активистов Которые Прямо Горячими глазами Готовы заниматься Этой работой И Я так посчитал Порядка 600 человек Только за прошлый год Принял участие В районах И В таких общеблазных Субботниках В этих акциях Ненавидно конечно Этой работ тоже продолжать Но правда Она достаточно Трудоемкая Потому что Требует Дременного времени И Да Организационной работы Ну Наверное Это основные направления Которые Хотел бы сказать Не буду Поговорить Нам надо Утвердить Отчет От деятельности За прошедший период Поговорить Если есть Подражения Дополнения Прошу озвучить Если нет Ваши Прегруза Дальше Дальше Нам необходимо Утвердить Финансовый Отчет Самое Грустное Дело в том Что Начиная С 2010 Года Нашего отделения Не было Даже функционирующего Счета Тем не менее Мы сдавали Всю отчетность Полноценную И налоговую И органы Вот Ну или Соответственно Баланс Вот Содержалось Все На наши Личные Средства Естественно Штатные Сотрудники Тоже получали Какой заработной Платы В 2016 Году На Дерте Подучить Грант Мы Соответственно Забновили Бухгалтерию У нас появился Бухгалтер Галина Яковлевна Прошу Чтобы все знали Галина По всем вопросам Членским смыслом Да Мы Держать Среди Галины И Соответственно Нам Появилась Необходимость Содержать И Насчетных Счетов Банки И В общем Проводить Какие-то Небольшие Финансовые Операции Это все Стало Влить За собой Некие Затраты Ну и Одновременно Поскольку Появился Счет Нам стали Переводить Какие-то Копейки Хотя бы На Поддержание Нашей работы Вот За 2016 Год На наш Расчетный счет Поступил 16 тысяч Рублей Это пожертв Недобровольные Взносы Услуги Банка Было Израсходовано 8270 Рублей Штраф Пенсионный Фонд 1000 Рублей Полторы Тысячи Рублей Отплата Ключа Для работы Банки Общая сумма Расходов Составила 10770 Рублей За 2016 Год Остаток На 1 января 2017 Года Составил 5230 Рублей Соответственно За этот год Харцина Немножко Перевеселее У нас уже 28 тысяч Поступило Но За этот год Мы пока Четный Тверштайн А мне Хотим Утвердить За 16 И прошедшие Годы По которым Отчет Заблановили В общем Хочу похвастаться Неченько Хочу Думы Сану Мы надеемся Что членский взнос У нас спас В этом году На самом деле Мы Хотим Запустить Несколько Проектов В ближайшее Время Мы Опубликуем Сайты Там В том числе Будет указана Служба Которая Может Осуществлять Наше Общество В частности Мы готовы Организовывать Историк Культурную Экспертизу Разработка Проектов На хране Проедение Историк Культурных Исследований Мы Сейчас Уже Есть Несколько Заказов Когда Мы Подходим Надеемся Что они Состоятся Когда Там Обращаются Просат Разработать Какую-то Документацию Или Данить Проедение Экспертизы Конечно Мы На возменных Основаниях Можем Проводить Эти Работы И Часть Эти Средств Будет Оставаться На счете Поэтому Если Кому-то Обращаются С таким Предложением С вопросом Которые Могут Это Сделать Экспертов Мы Закончили Организационную Часть Теперь У нас Начинается Пятый Вопрос Ситуация Сохранения С историческим Поселений Московской Области И Соответственно Мы хотим Презентовать Канек Георгия Ивановича Я уже Начал Говорить О исторических Поселениях Есть Просто Предложение От лица Общебоснового Собрания Принять Какую-то Коротую Емкую Резолюцию В адрес Московных Властей Может быть Федеральных Ситуация С поселением Потому что Мы Уже Давно Говорим Что Георгия С исторических Поселения Все Плохо Сранится Ограниченное Знамение Мы Это Говорили 10 лет Назад И Все Было Плохо Но Мы Понимаем Что Может быть Мы Преувеличили Для того Чтобы Задеть Кого-то Но Сейчас Действительно Все Очень Плохо И Ситуация Абсолютно Критическая Если Такое Положение Вещей Сохранится Что У нас Неважно Подмосковным Городом Нет Никакой Охранной Депремендации То Действительно Некоторые Города Неим Шанс Потерять Вообще Полностью То есть У нас Какие-то Города Сносятся Улицами Кварталами И За последние 5 лет Их Уже Невозможно Узнать Поэтому Есть Предложение Принять Резолюцию Обращение О том Что Наше Московское Оластное Отделение Все Местное Отделение Экспертные Сообщины Считают Такую Ситуацию Критической И бездействия Умолочных Органов По утверждению Охранной Документации Дискутка Мы должны Назнать Потому Действительно Полу Зачем Наших Исторических Городов Управление Культурного Наследия Должно Управление Должно Традиционно Вскорской Области Готовить Управление Культурного Наследия Но Тут Есть Родина Местерства Российской Федерации Как орган Который Затем Вдирает Ну В общем Мне кажется Такое Обращение Должно Быть Вряд Отресок Но Просто Как-то Уже Очень Жестко Выразить Не то Что Беспакт Заявить О том Что Продолжение Такой Ситуации Это Просто Мы Можем Прощаться С Большинством Наших Исторических Поселений Ну И Соответственно Мы Требуем Утвердить Кратчайшие Сроки Охраны Комментации Исторических Поселений Это Предметы Охранной Границы И Утвердить Объединенные Зоны Охраны Объекты Культуры Наследия Исторических Градов Хотя Бо Там Где Они Уже Разработаны Они Много Где Разработаны В Можайске В Мигрите В Коломне Вот Просто Лежат Без движения И находятся Каждый год Многие причины Чтобы Отверждать И как Опять Отложиться Они устаревают И начинают Работать Снова В общем Процесс Бесконечен Об этом Долго Говорить Но Жало Что Нет Ольга Здравствуйте Ну Вот Если Уже Не просто Давайте Проголосуем На такую Резолюцию Мы Составим Короткий Текст Мы Разошвем Тоже Всем По всем Адресам Да И Направлен Да Сейчас Хотелось бы Представить Попросить Георгий Иванович Хадышев Георгий Иванович Член нашего Президиума Академик Российской Академии 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 Строительных Наук Член Президиума Да Член Корреспондент Академии Аркадемии Член Президиума Центрального Сайта ВОПИК Георгий Иванович Уже Много Исторических Городов В первую очередь Исторических Городов Московской Области И Участвовал В разработке В 80-е годы Генеральных Планов Еще Тех Генеральных Планов Которые Были Нацелены На Сохранение В первую очередь Исторических Центров Разрабатывались В месяц Генплан В Зон Экраны Генплан Огромный Опыт Практически По защите Генплан Георгий Иванович Выпустил Такую Книжку К сожалению У нас Очень мало Небольших Тиражов Мы Кому-то Уже Раздали Кому-то Не хватило Но Мы Хотели Чтобы Вы Знали Об этой Книге И Пользовались Очень Ценными И Серьезными Я скажу Всего Несколько Слов Я не буду Занимать Ваше Внимание Надолго Сюда В областном В делении Я передал Некоторое Количество Экземпляров Я думаю Что Многие Из вас Получили Эту Книгу Посмотрели Может Дай Будь Почитали И Как бы Уже Освоили Основные Идеи Состренные Соображения Сложенные В этой Книге Как было То Что Сказано Книга Мною Написана Как Видится Называется «Северические Города России» Это Не Ошибка Хотя Все Основные Примеры Которые Здесь Приведены Весь Анализ Построен На Примене Городов Московской Области Дело В том Что Проблемы Исторических Городов Они Сходны По Разным Городам Мы Можем Назвать Разные Номинования Грамов Монастырей Или Каких Других Сооружений А В принципе История Основные Факторы Говорящие О Исторической Значимости Городов Исторических Городов Как сейчас Это Называется Исторические Поселения Примерно Так сказать Идентичны Поэтому Я Использовал Свой Личный Опыт Потому Что Я В долгие Работал По Московской Области Лично Проектировал Несколько Городов Многократно Участвовал В различных Обсуждениях Проблематик И так Далее Поэтому Вот На этой Основе Эта Книга Сознана Я Может быть Если Это вам Будет Как бы сказать Интересно Я хочу Просто Ацентировать Некоторые Моменты Существенные Которые В этой книге Излагаются И На этот Момент Строятся Некоторые Основные Выводы Первое Ведь Историческое Поселение В настоящее Время Не является Объектом Культурного Наследия Тем По тому Перечню Объекта Культурного Наследия Которое Сложено Законе Объекта Культурного Наследия Беззакон Он Как бы Нацелен На охрану Памятников Единичных Памятников Но не На охрану Исторических Поселений Хотя Есть Как вы знаете Соответствующие Статьи 59 60 Статья Закона Которые Говорят Об Исторических Поселениях Но Если Мы возьмем Трактовку Закона 2002 Года Там Дается Четкое Определение Исторического Поселения Которое Это Основание Достаточно Определенно При Соответствующем Обследовании Создать Достаточно Детальный Подробный Перечень Исторических Поселений Во всей Территории России Поправка К этому Закону Где-то 12 Кажется Года Точно Сейчас Боюсь Ошибиться Она Симилировала Определение Исторического Поселения Там Скажут Что Это Поселения Имеющие Памятники Истории Культуры Состоящие В реестре Официальном И Собственно И все Таких Поселений У нас Достаточно Много И Причем Достаточно Произвольно Можно Целый ряд В том числе Современных Городов Где Сотранились Отдельные Объекты Наследия От Ранее Существовавшего Села Или Деревни Как бы Причислить Число Исторических Поселений То есть Слишком Размытое Это Федерального Значения Исторические 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 Объекты Может быть Немножко Больше Стало 43 Где Это Сколько 43 43 Вот Это же Вы понимаете При Екатерине Поселений Определение С С Наличием Во-первых Какой-то Истории Интересной С Наличием Объектов Сохранившихся Или Руинированных С Археологическим С С Довольно Много Сел И Деревей Насколько Я знаю Ни Одно Ни Одно Село Не Входит В Перечень Исторических Поселений Пока В нашей Области Московской Тоже Есть Интереснейшие Селы Дядь Хотя бы Села Паоке Белоомут Например Дединова В Егоровском Районе Красной Ткафи Целый ряд Другие В Сергиево-Пасадском Районе Есть Достаточно Большое Горище Сел Которые Не входят Это Тоже Одна Из Проблем Сохранения Сельской Структуры Сельского Пейзажа Включая Доселенные Пункты Ну Вот Как Пример Искажения Могу Небольшой Пример Хорошо Известна Усадь Поселедникова Она Находится В Воскресенском Районе Сейчас Ограждена Причем Далеко Не в полных Своих Границах А только Усадебные Домы И постройки Ограждены А Система Парка Практически Не имеет Никакого Особой Ограны И кроме Того Напротив Села Напротив Имения Расположена Деревня Легачева Которая Пейзажи От Усадьбы И вообще В комплексе Этого Пейзажа Имела Огромное Значение Сейчас Дома В этой Деревне Заменяются На двух Трехэтажные Кирпичные Страшные Кирпича Дома Что совершенно Категорически Меняет Пейзаж Конечно Это была Зона Регулирования Но Так сказать Режимы Городостроительные Регламенты Не Обеспечиваются Еще один Важный Момент Это Книга Дает Анализ Законодательства Не только Современного Но и Российского Законодательства В частности Большой роль В формировании Облика Современных Гориторических Городов Сколько бы Их не было 40 Или Может Все-таки 400 Их будет Со временем Может Еще сколько-то Их архитектура Формировалась На основе Законов Российской Империи 19 века Интереснейший Какой Госпомедательный Документ Который Называется Устав Строительный На нем В книге Говорится Несколько Страниц Об этом Говорят И приведены Конкретные Правила Как Строить В городах Жилую Общественную Любую Другую Застройку Эти Правила Они Очень Даже Сейчас Приемлемы При реконструкции Исторических Городов Там Где Необходимо Воссоздать Какое-то Строение На месте Утраченного Там Где На месте Скажем Даже Одноэтажной Малоэтажной Застройки Возможно Строительство Какой-то Скажем Двухэтажной Застройки Это не допускало Устав Строительный Такую Застройку Поэтому Надо Очень Внимательно Смотреть Чтобы Вот эти Положения Которые Сформулированы В этом Законодательном Документе Они Все-таки Еще раз Напоминаю Очень Могут Сыграть Большую Руль Преет На Собции Еще Один Важный Момент Который В книге Присутствует Это Вопрос Воссоздания Воссоздания Ну Прежде всего Речь идет О Храмовых Сооружениях Монацистских Постройках И так далее Ну В области Не так много Примеров Но По правде Говоря На тот момент Когда я Писал эту Книгу Я Привел Два Примера Кажется Любой Из этих Примеров Не может Являться Как сказать Примером На будущее Первое Это Совершенно Просто Даже Никакое Не воссоздание А строительство Новой Церкви Звенито На месте Утрачено Это Противоречие Не только Это Несоответствие Не только Ранее Существовавшему Зданию Очень Идеачному Очень Гармоничному Которое Очень Хорошо Был Уписан В ансамбль Этого Очень Интересного Гранд строительного Комплекса Вениграда Сейчас Это Здание Доминирующее В силуэте Города Панораме Города Пятиглавое Здание Пятиглавое Сооружение Причем Характер Архитектуры Даже Если Размахивать Это здание Как самостоятельное Сооружение Просто Как здание Оно Совершенно Простите Не русская Архитектура Не российская Архитектура Второй Пример Воссоздания Это Церковь Сергия Благовещения Ближе Сергия Пасад Сейчас Входим В городское Поселение Так называемое Сергий Пасад Там Построена Деремянная Церковь На месте Утраченной По внешним Каким-то Формам По Наличию Доминирующей Часть Изданий С Шатром И так далее Вроде бы Есть Какое-то Скорство Но По большому Счету Это Невоссоздание Ни габариты Ни характер Архитектуры Не соответствует Ранее Существовавшим Доминирующим Конечно И фотографии И даже Скорее всего Обмеры Существовали Это Неполноценное Создание Теперь О том А что Что Вообще Какую роль Может играть Воссоздание Воссоздание Это ведь не только Воссоздание Здания Церкви Например Это Воссоздание Какого-то Очень важного Доминирующего Сооружения Здания Которое Определяло Характер Ансамбля Города Ансамбля Города Одним из Таких Зданий Например Является Утраченный Белый Так называемый Белый Собор Егорьевский Кто знает Егорьевск Может Вспомнить Что это Крестообразный План Города Одна Из улицы Достаточно Протяженная Другая Более Короткая Их Корресечение Образует Восмигранная Площадь На этой площади Ставил колоссальный Собор Пятиглавый С шести колоннами Шести колоннами Портиками Периода Ампира Русского Приписывается Бавея Даже в Москве Такого Мощного Сооружения Этого Периода Нет Собор Был разрушен В тридцать пятом году Потому Что он Как бы мешал Даже в движении Транспорта В тридцать пятом году Кроме Сами понимаете Полозок Входных Ничего не было Создать храм Нынешние Площадь Позволяли И его создание Вполне возможно Восздание храма Вернет городу Совершенно уникальное Не только здание Но именно Ансамбль Потому что Это здание Создавало Особый характер Ансамбля Вот такого Небольшого города Каким Звучит Кроме того Воссоздание Скажем Другого рода Сооружений Скажем Стен Колонновского Кремля Там есть Все основания Для того Чтобы восстановить Хотя бы Ту часть стен Которые обращены В сторону города Там У реки У Коломенки Которая Тоже Почти сейчас Уже Исчезла Там Есть проблема Это Наверное Сложно А вот Периметр Периметр Стен Обращенный В сторону Города Вполне Возможно Создать Стены Утраченные Стены На 5 метров Находятся Под культурным Слоем А стены Полностью Что касается Высоты Стен Характер Их Кладки Кладки Будовый Камень Где Кирпич И так далее Прекрасно Видно На оставшихся У Сохранящихся Пашем От 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 Этих Следов Что ли Утраченные Стены Причем Это Даже Может быть Не такое Дорогостоящее Соружение Но Коломенский Кремль Он Немного Моложе Московского Кремля Всего Какие-то Там 10-15 Ден По Архитектуре По Характеру Кладки Стен Башен И так далее Он Близок Московскому Кремлю Хотя Московский Кремль Получил Завершающие Потом Такие Элементы И Первоначальный Вид Уже Не то Что Был А Коломенский Кремль Башни И Основные Стены Которые Сохранились Они Сохранили Первоначальный Вид Возрождение Воссоздание Стен Кремля Коломны А Коломны Само По Себе Замечательный Город В Истории Сейчас Я Не буду Ничего Говорить И Книги Об Этим Достаточно Тоже Скупа Скажда Замечательные Книги О Коломне Которые Говорят Изумительные Совершенно Исторические Роли Коломны Как Домена Московских Князей То есть Я Подчеркиваю Что Воссоздание Не только Воссоздание Стания А это Воссоздание Ансамбля И Значимости Даже В масштабе Города Или даже В масштабе Более Даже Широгом В масштабе Воссоздание В ансамбле Который Играл В истории Очень Серьезную Розу Ну Книги Изложенные Некоторые Основные Пожелания Проблемы Связанные С законодательством Собственно Я надеюсь Вы Познакомитесь Или познакомились С этой книгой И На мой взгляд Какие-то Соображения Изложенные Здесь Могут Быть полезными Какой тираж Скажите Пожалуйста Тираж Небольшой Тираж Небольшой Я должен Признаться Что Книга Издана Самой Еще Собственной Счет Сами Понимаете Не было Возможности Делать Электронно У нас Осталось Буквально Две книги Мы Отдадим Отделению Нашим Которого Еще Не отдали Нам Хорошо Потом Я Поделюсь Переходим К докладу Наших Район Отделений У нас Допланировано Четыре Основные Доклада Если Будет Время Желания Конечно Мы Всем Возможность Выступить Но Хотел Чтобы Вы Себя Скажали Послушать Первый Доклад Презентация Пушкинское районное отделение Алексеевно Гранинов Можно Свет Приглушить Я Хочу Сказать Что Наше отделение Самое Столейшее Наше отделение Самое Столейшее Создано В 1967 В Году Я В В В В В В В Надеюсь Что Будет Сайт Я Буду Печатать Пожалуйста Вы Сейчас увидите В каком Состоянии Наша Вознесенская Монитартура Она Крупнейшая Просто На Северо-востоке На Слодья А Крупнейшая В Каком В То Состояние В Которое Она Сейчас Пришла Меня Заставила Конечно Активизироваться Это Памятник Регионального Значения Регионального Уровня Хочу Немного Допомнить Так В свое Время На Самое Ажуман Фактуру Болезет Зона Охран Их Надо Регулировать Очень Интересный Комплекс У Немного Немного Поднимаемся Место Можу Передать Я Снимаюсь С разработкой Зона Отрад В частности У вас Сделаны Генеральные Планы Зоны Я больше Не знаю Что они Подерез Работаны А мы Главируют Это Ну Не могу Вот как Обычно Сделаны Зоны А не Делать Поэтому Надо Собрать Материн Который Есть Чтобы Он У вас Был И С ним Сделать Зоны Их Акровизировать Дико Где Пахар Вот Делать Спасибо В этом Году Прошел Ее Президентский Срок Четыре Года И мы С ней Поменялись Я стала Председателем Медика Ольга Меня зовут Она стала Зависимиром В руках у меня Журнал The Art Newspaper Где Рассказывается О работе Художника Василия Николаевича Маслова О реставрации Я потом Об этом Расскажу В 12 Году У нас Было Первое Пробное Сражение С городской Администрацией За Цветайский Сквер Рядом С музеем Марины Зветаевой Была Территория Такая Неухоженная Заброшенная Там Было Решено Построить Детский Сад Жители Были Против Мы Собирали Подписи Знакомились С Машей Мироновой И Решили Возобновить Отделение Вапик И Удачно Удалось Нам Отстоять Этот Сквер Был Разработан Проект Я Борис Чем Миржановым К сожалению Его Никак Не Отметили Проект Был Фактически Украден Здесь Предполагается Чтобы Памятник Семье Марины Зветаевой Но Сквер Живет Своей Жизнью Мы Очень Рады Дальше У нас В 17 Году Была Такая Была Тема Защиты Археологии Это Бурковский Археологический Комплекс Который Состоял Из Дом Онгольского Сейчас Сергей Зарянович Если что Я Возди Ошибись Он Меня Поправит Дом Онгольского Селища Кургана Вот здесь Право на фотографии Вы видите Реальные Курганы И Средневековый Магинник Значит Эта территория Применеджит Двух Хозяев Слева Вот Левая фотография Показывает Селище Участок Надплязьмы Был распилен На 28 Кусков И выставлен На продажу Как Бурковский Парк Был поднят Шум Слава богу Сейчас Этот проект Сняли Но Частное Владение До сих пор Это существует Но Не выставляется На продажу Там Где были Курганы МГУ Решил строить Территорию Применеджала МГУ Решил строить Базу Но Слава богу Удалось Остановить Этот проект И С помощью Сергея Заремовича Удалось Этот проект Базы Убрать Как бы С археологии Дальше Была Очень громкая История Думаю Все знают Продолж Струльберон Вообще Организация Кролевская Дерения Лапипова Загновилась Основно Как угроза Для того Чтобы Предотвратить Угрозу В лучшей Трудовой Коммуне Тоже Я думаю Многие Слышали И вот Была Первая Битва У нас Такая Очень Серьезная Задум Струйбюро Он был Объявлен Не просто Ветхим А аварийным Насколько Аварийным Можно Увидеть Стены Его Восемь раз Поджигали Били Это так Спасали От пожара Последний Пожар Был Такой Профессиональный Вот Собрали Значит Защиту Письма Всех Возможных Эспертов Учреждений Вот Но К сожалению Это не помогло Вот И дом Был Разрушен До уровня Трех Посадов И Лестничных Клеток Там В подвале Были Уникальнейшие Совершенные Росписи Прилоски Василия Николаевича Маслова Ленина Удалось Упределить И Эта комната Была Свободная Ее Не Свалилась Роспись А вторая Роспись Рабочий Класс Она Осталась Под завалами Справа Это Росписи От ЗАГСа У нас ЗАГСи Были Прекрасные Росписи И Наше Новое Руководство Градское Решило Что Что-то Как-то Так Как-то Неправильно Надо Такой Турецкий Эвролемонт Сделать И Все эти Росписи Ободрали И Закрыли Стройматериалов Но Мы Их Тоже Вытащили И Теперь Эти Росписи Опять Прилят У меня На дачу Да Их Надо Тоже Каким-то Упросом Реставрировать Потому Что В них Забивали Гвозди И Как-бы Надо Как-то Мы Надеемся Что Найдем Каких-то Студентов Которые Нам Помогут Хотя Часть Эти Росписи Спасти Это Дом Захадера Который Нам УК Развернула И Сказал Что Как-то У вас Недостаточно Документов Дайте Нам Еще Побольше Документов По новым Правилам Мы Решили Сначала Обидеться А потом Передумали Обижаться И Сейчас Доделаем Эту Заявку И Скоро Доделаем Заявку Благодаря Андрею Чермашенцеву Была Подана Заявка Еще На Два Дома Это Тоже Еще Одно Здание Вот Конечно Здание Запущенное Очень Красивое Доже Геометрия Этих Геометрия Стания Мы Надеемся Что Мы Все Таки Отобьем Приведем В порядок И Это Будет Красивый Домик Большой Красивый Буквы П Замечательное Здание Там Вокруг Много Уже Объектов Больницы Часовни Вот Это Докум Улучшина Вот Там Еще Два Здания Комплекс Это Будет Прекрасно Еще Новые Заявки Слева Конструктивист Такое Здание Павла Кишева Дом Трактора Мы Сделали Заявку Подали И Теперь Это Уже Выгри Навер И Уже Докум Эксперти У нас Наверное В мае Мы Отдадим Эксперти Другой Будем Надеяться Что Это Докум Память Обратите Внимание Что Вот Пушкин Королев Города Не являющиеся Историческими Вот Такое Наследие Все Пласты Наследия Древняя Археология И усадебное Наследие Которые Совершенно Забыть Об этих Города И Память Авангарда И Память Нодернизма И В общем На самом деле Практически В каждом Городе Города Московья Который Не является Даже Историческим Все Эти Пласты Есть Ну Ну Буду Кому Сниматься Сейчас Давайте Буквально Уже По 5 Минут Такие Доклады Наследованы Еще Занегородское Отделение Марию Радову О том Что Удалось Что Не удалось Что Хотелось Бы О Снимское Отделение Я Вообще Познавляю На материала Хотела Но Мне Помог Лёг Иванович Значит Просто Буквально Два Слова Ну Звенигород Все Наверное Знают Что Основное Звенигород Вот Просто Храм Успение На Барарке И Сальне Стражинский Монасты Рождественский Собор Вот Все Извенигород Представляются Этими В основном Двое Картинка На самом Деле Это Уездный Бывший Город В котором Более 200 Выявленных Памятников И Небольшая Пучка Реистровых Вот И Говоря О нашем Отделении Не Могу Не Назвать Любовью Петровну Разумовскую Которая Руководила Им Около 20 Лет После Смерти Которой Мы Потеряли Ячейку Батых Все Пошло В разнос И Только Когда Появились В прессе Планы Строительства Города Мастеров Гостиницы И чего-то Еще На Городке То есть На Зеленгородском Кремле Народ Ну Тут Народ Поднялся И В 12 году Мы Уздали Зеленгородское Отделение Нас не так Много Несколько Десятков Человек Но Тем не менее Что-то Нам Удается И Удается В основном Благодаря Тому Что Я хочу Развернуться Сообщением В сторону Что можно Использовать Может быть Кому-то Пригодится Во-первых У нас Ведет Очень тесное Сотрудничество С разными Общественными Организациями То есть Мы Не Одинокие В защите Наследия Прежде всего У нас Есть Ячейка Русского Географического Общества РГО У нас Есть Общественные Организации Нарс Венигр У нас Есть Ну Как бы Дружественные Организации Локальные По районам За сохранение Исторической Памяти И По тематике Помним Своих героев По охране Боинских Мемориалов Вот Мы С ними Очень Активно Сотрудничаем Плюс Благодаря Где-то Участию И Огласного Пообига И Ну Каким-то Иногда Связем Нам помогает ОНФ Общенный Российский Народный Фронт И Конечно С депутатами Работаем С Некоторые Фракции Нас просто Хорошо поддерживают Умнисты Вполне У нас Разумные В городе Справедливо Россия С политическим Крылом Тоже нам Удается Как-то Взаимодействовать И Конечно Не могу Не сказать Про наш Музей Звенигородский Историко-архитектурный Который Они Нас поддерживают Многие Являются Членами ВООПИК Дают нам Рассказать Профессиональную Базу Ну И Мы Тоже Конечно Любим Звенигород Без Музея Трудно Себе Представить Вот Ну Про Взаимодействие С Минкультом Букном И Минкульт Строительство У нас В основном Нами Занимается Кроме В основном Печального Мало Что Можно Сказать Плюс Когда Мы Создавались Мы Думали Что Вот Мы Сейчас Напишем Минкульт Который Ничего Не знает Который Не понимает Что У нас Тут 200 Слишним Выявленных Объектов Что Звенигород Гибнет Что Его Уничтожают Но Оказалось Что Сейчас Нас В общем-то Гробит Минкульт Он Вернее Букн Уже Теперь Гробит Сейчас Будут Постоянные Экспертизы На Выявленные Объекты Которые Снимают Из списка И Всячески Рабируются Интересы Застройщиков Но Тем не менее Что Нам Удалось Отвлиться От ужасных Совершенно Правил Соберпользования Застройки В конце 12-го Модер С одной С одной С другой 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 Конкретно Объектов Нам удалось Пока Сохранить Поле Напротив Сарина Стражевского Монастыря Огромное Поле Которое Дербанится Разными Участками Но Тем не менее Пока Занялась Прокуратура Даже Администрация Наша Городская Немножко Нам Таше Помогать Видимо Не без Ее Участия Но Поле Пока Не застроено Предполагалась Сплошная Застройка Коттеджными Поселками Такая Пресень Напротив Монастыря Была бы Сплошная По кусочкам Что-то Удается Отстоять С Помощью Основного Владыка Нам удалось Организовать Экспертизу На Рощу Памяти 25-летия Победы Которую Ветераны Фронтовики Придя С фронта Сажали Как Благоустройство Тем не менее Рядом Мемориальный Комплекс Второй Школы Носящий Имя Генерала Пронина Памятники Соответствующие Имя Удалось Включить Он Выявлен Сейчас Но Фактически Там Дело Только За Подастрованные Работы Но Он Уже Рекомендован После Экспертизы Положительно Рекомендован К включению Как Региональной Скизки Удалось Тоже Ну Как бы Не нам Лично ВОПИК ВОПИК Принимало Очень активное Участие В процессе Нам удалось Во-первых Отстоять Наш музей От закрытия Опять-таки Благодаря Усилиям И областного ВОПИКа И ОНФ Общенародного Фронта Музей был Сохранен Его хотели Превратить В филиал Истринского То есть Это очередное А Истринет Кривического Музея Там просто У вас Музейный Комплекс В этом Болоде Все затапливается Гибнет То, что было В музее Вот Очередливо Нас два раза Закрывали Отдавали Вам Наши фонды Вы хотели Третий раз Их вам Отдать А у нас Оставить Чисто Так Ваш филиал У нас вообще Не музей Это Унф-НБК Высовечный Комплекс Да Вот У него Нас и хотели Увести А поскольку Мы хотели Превратить В филиал То есть Здание Здание Манежа Лучшего В центре города Одно Старейшее Гражданское Здание Города Которое Предназначено Музею Для расширения Экспозиции Там В территории В Саджинском Монастыре Теряя Там Уже Осталось Почти Ничего Вот Ну Мы хотели Выставить В аренду Руба За метр И Музея Лишить Этого Этой перспективы Но тоже Удалось Вот Стоять Здание Буквально За два дня До Аукциона Было Саукционно Снято Ну Потом Мелкие Наши Такие По отдельным Зданиям В этом году Удалось Остановить Варварство На Городке Когда Просто Новый Собственник Заехал Туда С трактором И начал Чистить Ну Срезать Кусочки Вала Которые Мешали Трактором Проехать Там Экскаваторов Вот Помогли Эксперты Все Остановлено Вот Суд Выигран А как Думан Скажи Значит Выигран Суд В обид Выступал Свидетелями На суде Наложен Штраф Но Товарища Будем дальше Воспитывать Чтобы В общем Таких Вещей Там Больше Не было Отстояли От прокладки Дороги По Думенским Хурганом Предлагалось Наложить Сервитут Потому Что Товарища На берегу Москва Моряки Собственности Земля Ну Естественно Беспредельным Образом Попавшая В частную Собственность Ну Иначе Как Через Два Хургана Один из которых Вообще Уникальна В Европе Иначе Дорогу Вот Невозможно Приложить Ну Оставили На место Вот Из Больших Наших Потерь Прежде всего Малиновый Овраг Значит Строительство Огромного Тездарного Совершенно Живого Комплекса Несмотря На Резко Отрицательную Экспертизу Своё время Сделанным Георгием Ивановичем Буквально Через Два Месяца Была Заказана Повторная Экспертиза И Ирина Шевченко Её Сделала С ошибками Но С утверждением Что Строительство На этом месте Никак 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 Не решает Узбенскому Собору И Вообще Уферсу Это Нижний Посад Археологический Уферс Который Был Яков Достой Раскопан Подмищен Археологии Как у нас любят И сейчас Там построено Совершенно Никакого Определения Вообще Там Здания В Литературном Языке Дать нельзя Но В народе Называется Мозали Здание Просто чудовищное По безвкусию Ну Как почти Всё Что строится Когда строится Коробка Ну Эта Коробка Это Представляется Что Она Через 20 лет Как И Дальше Что Может Будет Снесена А Здесь Просто Грандиозное Здание Более Страшное Что Тут Вообще Непозможно Представить Ну И Постоянная Борьба Конечно Основной Это Что Золотая Земля И Приходится Бороться За Каждый Клочок И В Русские Рехи Старожки Это Путуально Склоны Реки Места Где Молился Савва Старожевский Где Все Знаменитые Оскобно Напившие Окна Левитана Бурятся Всё Время Переводятся Стрелки Минкульт Булкан Переводят На то Что Там Катастро И Не Включают Охранные Зоны В Генплане Ссылаются Опять-таки На Катастро И Опять-таки На Отсутствие Охранных Зон А Зон У нас Разработаны Зоны Охранных У нас Разработан Предмет Охранно-исторического Поселения Всё Это Не Принимается Под Чудовищным Предлогом Ну Неком Написать Записку В Правительственной Власти Будем Бороться Дальше Только Что Мы Провели Отчётно-перевыборное Собрание Увеличилось Несколько Количество Членов В Звенигороде Я Надеюсь И качественно Увеличился Состав Так что Будем Бороться И У нас Вредёт Генплан Это Основная Сейчас Наша Болечка Ну и По всем Остальным Еще Увеличился Сталкиваемся Бороться Сталкиваемся Бороться То что Делает Монастырь У нас Сейчас Ну Монастырь С городком Нет Ну С городком Все у нас Хорошо А Монастырь Что Разрушают Разрушают А потом Каким-то образом Все Будут Делать Закон Но Усалам Все аналогично Церковь Проводит Кменьев Я не знаю У нас Сразу Ситуация Если Настоятель Нарушает Закон И Портит Храп Конечно Вапик Выступает Вапик А вообще Вапик Единственная Общественная Организация Которая С советских Времен Содействует Церкви В сохранении Установления Объектов Церковных И До сих пор Это Делают Очень близко Дружественное Действие Министерство Все зависит От конкретных Людей На городке Просто Вся реставрация Сейчас Вообще Там Потрясающие Вещи Открыли Там Проходятся Раскопки Под крышей XVIII века Слава Богу У нас Это Загномарное Покрытие Когда Рубили Делают Четырехскатную Крышу Грудовского Обслуживания Всюду Практически Не вывезли Камни Никуда Не выкинули Не использовали А тут же Свалили Все эти Окошники Прикрыли Крышей И сейчас Вот это Все Как Такое Лено Собирается Там Потрясающие Вещи И все Делается На средство Общины Так что Вот Примеры И такие У нас Город Клин В этом году Город Клин Отмечает У них У нас Клинин Суплетие В первых 1317 Года Но В лексифоне Вот Еще 1090 Годы Угнение Более Ранее Конечно Он Древнее И вот Президенции Проводили Второй Концеренцию Еще На юблею Города Нашли Артефакт Это подтверждает На 100 лет Он Постарше Конечно Даже Даже Больше Принцип Вот Проблемы В принципе То же Самое Что Предыдущие Выступающие Городы С церковь С церковью С Благочинием С Священнослужителем Очень Отношения Киев Напряженно Например Троицкий Собор Его Сделали В Дом Культура Троицкий Собор Собор Симпот 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 Огромный Собор Город Стоит Там Сейчас Они Что сделали В фойе Сделали Одни Туалет Это Вообще Какая-то Монсер Заходишь Прямо Слева Туалет Вот Этажи От Терка Пока Не убирают Но думаю Убирать Потому что Уже Ремонт Провели Плитка Историческая Бала По которой Симпот Завили Бетоном И Современное Положили И хотят Ставить Зрительный Зал На втором этаже Там Когда Переделали Плитка Они Хотят Зрительный Зал Ставить Для чего Это По собору Но Вновь Созданное Главное Управление Культурного Наследия Действует Это Многие Свидетели Там У нас Комплекс Зданий Боголепой Пустыни 18-19 Веков Там Священник Приехавший Из Ташкента Со Своими Видимо Он Там Бизнесом Занимался Ну и Здесь Там Продолжил Там Построили Они Пять Зданий Вокло Храма Испортили Полностью Комплекс Забор Снесли Новотдел Забор Сделали Забор Входил Как Элемент Памятника Поставили Пять Зданий Причем Одно Здание В стиле Трехэтажное Котель Строит Приехало Наследие Представители Сказали О том Что Увидели Вообще Документы Нам написали Что только Два здания Построено То есть Из всех Пяти То что пропала Плитка Историческая Чугун 19 века Просто исчезла Что они Самовольно Утеплили Летний храм После чего Шпукатурка Сыпется Точка Росы Сместилась И трещины Пошли И так далее Они Это Просто Вообще Не замечают И Мы Двели Это дело До суда Но На суде Представитель Главного управления Культурного наследия Он Полностью Поддерживал Все доводы Прихода Причем Заявление было Подано На священника Или на приход Но в принципе На приход С регистрацией На священника То есть Ничего не исправляли Несколько заседаний было И вот Евгений говорил По поводу Вот этого Закона нового Там охранной зоны Они не действуют На суде И вообще Не рассматривают Потому что Если здесь Конкретно укажите Чтобы документ был Если документа нет Закон Здесь Ни кроли Вообще не играет Мы Этот закон Импортация И все Суд У нас В районе Ни одного памятника Нет охранной зоны Просто Ни одного И в центре города И все Ну город 700 лет Небилей По Никлим Креписе Что еще Был такой у нас Слава Богу Убрали Глава района С заговорящей фамилией Пострегали Потом там Навратил А? А у нас Чеба Вот Натворил такого Навратил Это исторический сквер С которого на фронт уходили В Первую мировую войну В 12-м году Сквер С корнем Срезали Убрали И бросали Атаку Хардовой комплекс Вот И Причем Французский комплекс К 100-летию К 100-летию Юбилею войны 12-го года Значит Исторически Городичьи Клинска Которая Из древнейших Городичьи Где крепость была Клинска Все В частные руки Продали территорию Несколько зданий Там заборов Они понаоставили То есть Там Культурные слои Все Продали в частные руки Без всяких обременений Без всего Вот Причем Продали Одна По-моему Сам Азербайджан Что-нибудь Ну короче Там Вообще Такие вещи То есть Поверили Зато Город Электростан Все При нем Было уничтожено При нем Уже была уничтожена У нас Пожарное депо 19-го века Обещало Создать Такую же Но пришел Пришли там Инвесторы И построили Чудовищное здание И причем Залезали на Долгоруковскую площадь На 15 метров Вот И все это Подписывало Министерство культуры Поставили в центре города Опять Семью Значит Тоже торговый комплекс В таком стиле Хай-тек Где На фоне Исторической застройки То есть Ну вообще Такой человек Но специально Было Потому что Главные Декторы Городов Были убраны Как Институт То есть Они Потом Главное управление Сейчас вообще Не поймут Что они Вообще Ни за что Ни за что Ни за что Ни за что Дают Страф Ни не имеют права Накладывать То есть Все было У нас Допустим Приворзальные площади Еще на этой площади Поставили только Стену казарма Они снесли Там Торговый комплекс Уже После Два года Постоял Увеличили Еще на этаж 7 торговых комплексов На площади Построили Там Развернулся Просто Негде Вот И так Наши города Если Даже Входит В число Исторический Город Он просто Уничтожается На Удалось Удалось Ну С торговыми рядами Кстати Вот тоже Прецедент Был Мода Было Возбудено Уголовное Тело По торговым Рядам Это Как раз Глава района Своим Родственникам Гостям С Северного Кавказа Отдал Торговые ряды В аренду Причем Они Аренду Городу Ни копейки Не платили А штукатуре Незаконно Из-за чего Кирпич Начал Портиться Засыпали Подвалы Подвал То есть Гидроизоляция Была нарушена И Начали В армянском Стиле Начали строить Часть 6 корпуса Уничтожили Федеральный памятник Мы Просто В этого Бились Нас Таскали В Северный Комитет Русских Националистов Что мы Уступаем За русский Памятник Такой Прецедент У нас Более 100 памятников Мы поставили 24 Памятника На учет В том году В юбилею Города Значит Добились Того Что Слепешки В больнице Одной Старей Сняли Вагонку Ну то есть Додумались Вагонку Вагонкой За несколько дней Вагонкой Пластиковую Закрыли Здание Одно Из первых Зданий Подмосковья Когда купец Слепешки Городу В больницу Дал Потом Перед приездом Громова Взяли Значит У нас Часовню Красивую Тедровскую Икону Пожимать Они взяли И оштукатурили Просто Грубо Это самое Штукатурку Сетку Штукатурку Добились Все это Сняли Реставрация Была проведена Писали В разные Станции То есть Восстановили Внешние Часовни Потом С торговыми рядами Бьемся Сейчас Новый Прецедент Опять Данный Товарищ Там Старское Помещение Купеческое Была Четырехскатная Крыша Поребрик Красивый Все Они Поребрик Раздолбили Проемы Большие Сделали Сделали Двускатную Крышу Вот Сейчас Опять Главное управление Приезжало С ними Встретилось Нас Даже Не Пригласили А потом Значит Говорят Приезжайте Сюда Как Холоп Гварин Мы Не Поехали Сейчас На них В прокуратуру Будем Обращаться За эти Все Десять Что Они Потапают Разрушением Храма Ну То есть Много Там Я Не Выпишся Много Мы Что Сделали У нас Все Сталинские Здания Мы Не Дали Сталинские Здания Стоят Красивые С лепнины С украшениями Сразу Глава Додумался Плиткой Это здание Современные Кутеплите Плиткой Обложить Хотел Ну Что Мы Это Не Дали Им Сделать Потом Ну Значит Бог Рам Так Со Священниками Решать Не Удаётся Почему Потому Что Они Делают Всевозможные Пристройки Подстройки Вот Без Всякого Вкуса Как Раньше Делалось Это У нас Воскресенский Храм В городе Там Если С северной Стороны Храма Смотреть Там Вообще Какой-то Гараж Непонятный Ну Так Раньше Вообще Не делалось Причём Памятник Он Региональный Также Клинково Силова Вот Усадьба Золина Например Там Вы помните Заупрали Там Говорят Там Уроклили Что Там Хиты Взяли Участок Загорожен Куда не пройти А храм Стоит И всё То есть Вот Такие Веще Ну так Вкратце Я все больше Офлаком Хотя Мы В принципе Как у нас Заведено Было Мы Пишем Обязательно Прокуратуру Прокуратура Передавала Минпульт Вот сейчас Главное управление Это Потом У нас По понедельник С прокурором Встречались По этим документам Вот Значит Писали Разные Динстанции Ну это Как сказать В принципе Не особо Сильно Помогает Потому что Такие люди Ставят В принципе Что сейчас Главное управление Культурно-наследие Они просто Плавно Перетекают Из Министерства Культуры Туда А свои дела Делать продолжать Такие делали В принципе Да Все Минут 7 Все Перетекают Про историю Да Сейчас я Расскажу Про историю Никто не знает Уникальный Хор Сокраю Место Откуда Был Поверн Там У нас В войне Это Раз И построили Новый Саимский Монастырь Ну это Первое Мы боролись За зону охраны Вместе с монастырем Протяжением Соседом И Даже Министерством Культуры Московской области И даже С правительством Московской области Боролись Против нашей Щербы За защиту Охранных зон И в течение Пяти лет Мы спасли Пока зону Но В этом В 16 году В ноябре Мне сообщили На публично Случшен Мне По Деплану Что Оказывается Охранные зоны Проданы За границу То есть Территория Охранных зон Проданы За границу Вот Это Мне сказал Наш архитектор Ревченко Что это Главное Строить На них Нельзя По-насветь А строить На них Какого нет Слово сочетания Проданы За границу Что это Слово Инвестор Да Да Я не знаю Я не юрист Я просто говорю То, что Мне Скажали Вот То, что Эти Берегарики Истры Теперь принадлежат Не истринцам А некому Там Бенефературу Нет, у нас Все Собственные земель Все зарегистрированы На начинку Да Это Истринская Слово Это Известно У нас У нас В городе Есть Уникальная Это Нам удовольствие Спасти Пока На Долгие Будет Разменения Вот Но У нас Уникальная Больница Когда-то В 19 веке Она заняла Первое место В Средиземской Больнике На Европейском Тописе В деревне Вот Теперь Больницу Хотят Сместить И так Практиковала А то Толще Практиковала И до Практиковала А то Начала Писать И даже Есть Рассказы Которые Чуть Можно Узнать Еще Потому Что Здесь хранится Парк И пруд И Можно Узнать А все Остальное Нужно Все Рассказать Как Уничтожается Ликвид И Королев Рассказал Это все Очень Полезенная Точка Покровская Рубцова Садебный Парк Который Министерство Культуры Федеральное И областное В свое время Согласовали Застройку Всей пейзажной Часть Парка Морозовскую Садьбу Где Решек Перестраивал Дом Или Там Бывал Писал Толима Бабли Как раз Застроена В Московской Области Находится Проект Пересмотра Вот этих И так Обрезанных Зон охраны Для того Чтобы Вывести Зон Регулированную Застройку Уже Центральную Часть Парка Главным Домом К сожалению Всем известные Эксперты Это Основатель Писал Садьбу Но Будем Стараться Чтобы Что не Произошло Еще Самое Что ужасное Что у вас Нет Кои Вещи Не добиться Чтобы Я Маму Уже Пятлетно Парадокс Построен Огромный Музейный Комплекс Который Поколен Постойки Миллиардов Рублей Но Он Практически Не тех Почему Посещается Туда Отливаются Другие Музеи В общем Несколько Получилось Это Бежевое И Даже Скидно Как Криллический Но Проблем Сомиссар Монастырем На Я тоже Все Путся Что Есть Серьезней Проблем С Реставрацией С Время Очень Сопротивлялся Переделки Шатра Ротонды И Всем Известная Стория Но К сожалению Реставрация Пошла После Катком И Сейчас Имеем Что Фактически Это Реконструкция Нового Строительства Конечно Как они Сказали Там 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 Кас Уважаемые Коллеги У нас Счет Рекламент Если Кто Хочет Выступить Из Городов Вайон Уважаемые Уважаемые Новое Руководство Был создан Общественный Совет Кончилось Это Тем Что Общественный Совет За год Ни разу Минус Собран Полная Абсолютно Закрытость Научно-технический Совет Работает В абсолютно Закрытом Движение Начальник Управления Очень высокое Собернение К сожалению Никакого Рабочего Взаимодействия С отдельными Сотрудниками Конечно Есть Мы С отделом Уважаемые Очень быстро Сотрудничаем С фан Графиком На руке Которым Всегда Конечно Надо Содействовать Вот Евгения Что если Нам всем Все-таки Объединиться Настолько Без бедой Давайте Мы что-то Резолюцию Как будто Делать Тогда Писать На путь Я не знаю Что-то Это делать Надо Реально Просто Так Вот Например Из Клина Представляете Люди Работают В Клину Написали Жалобу Что разрушают Федеральную Панику Приезжает Инспектор Встречается С заявителем Встречается С тем Кто разрушает Потом Пишет заявитель Через месяц Наезжаясь На курсного Давайте Показываем Вот такое Отношение И это Постоян Что-то Рабочее Взаимодействие Которое Могло Быти На пользу Бюрократия Мы на них Готовим Письмо По коррупции По Крассному Главному Управлению Чтобы проверить У нас факты Есть Факты Памятки Разрушаются Они ничего Не делают Абсолютно Поэтому Мы сейчас Будем Бумаги Подавать Каждый С отдельный Базан Чтобы Больше Был этих Заявлений Так А может Мы Дереваться Потому что Каждый Маской Бьемся Которое По разным Районам Потому что Куда не кинемся У всех Транение Одна и Прошу А как Дорогите Отчетесь Что-то Надо Приехать Не Разберять Применоваться Отделом Нарушений Это Заявка 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 Отключается Фактически Как Экспертиз Сейчас Как Передак Давали Пить Пять Ставим Разбор И все Мало И вам А у нас Дорогая Работа Какая Ну Эти же Заявки Не надо Дорогая Стольчика Написана Вот Стольчика Совершенно И 13 апреля Заявка У меня полтора года Я не могу Заявку А вот 13 апреля Заявка А завтра Не тот Совет Уже 12 апреля Заявки Через 10 дней Через 10 дней Заявка Вы просматриваете Вот Алина Николаевич Вы все Дружно Сделали Преподавание 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 Она идет Надо это Сформулировать И Написать письмо Апубликовать Это же все Закрыто Информация В какой партизанщине Может быть Сформулировать Что Вот Так стало Словно Заявляться Здесь Проблема Такая Что Полная Закрытость Работы Организации Что Не приглашаются Ни заявители Ни взгляд Отдельные Приглашаются Отдельные Нет Это Как Если Общественный Совет Закрытирован Сохранил Возношение Общественный Система Закрыто Закрыто Не забрать Общественный Совет Закрыто Потом Закрыто Как Заяв Какие Должны Ограничения Потому что 35 Сранитель Нет А про это Надо просто Писать Что Писать Надо Можно Я Парень Комментарий Сделаю Мы Довольно Много Заявок Подавали И Хочу Сказать Следую Еще После Получения Заявки УКН Начинает Свою Процедуру Я не знаю Насколько Все Знают Например Будет Подтверждение Адреса Вот Кому У нас Была В Королеве Это Нам Просто Сотрудники УКН Они Пишут Подтвердите Адрес Администрация Не отвечает Через Месяц Бишет Следующий Закрос Еще Раз Закрос Потом Получают Ответ От Администрация А мы Не согласны То Еще Такая Бюрократическая Процедура Которая Связана И С Отношением Городских Властей К этому Именно В бюрократическом Плане И По кварталу Мы научились Нам тоже Возвращали Заявки Мы научились Выполнять Те Пожелания Которые Делал БУКЛ А куда Они Правда Говорят Оке По кварталу У нас Было 86 Это Неправильно Выговорилась Кому Неправильно Мы Пригласите Лена Уважаемые господа Выйти Пожалуйста Я Я внимательно всех слушала, вот я здесь от московской образовательной деятельности, которая занимается составляем вас в техническом состоянии, нам, ваши дорогие парни. Я здесь не одна, вы, безусловно, и наш главный супер Деваникова Александр Михайлович. Безусловно, конечно, без вашей помощи, без ваших стараний еще и не произошло. Но мы вот видим картину полностью, по всей области и внутри. То, что мы видим, иногда просто засадит. И вот административные действия ваших борьбах – это все хорошо. Но смотрите, раньше у нас были специальные инспекционные инспекционные инспекции, когда они были еще правом управлении, мы ездили вместе с представителями юристов. от министерства, мы убежали на объект и составляли по запросу, по жалобам, по всем жалобам от граждан и остальных. И мы смотрели, мы писали, мы писали отчеты, потом под этими бумагами то, что мы вывели, убили, фиксация, потом юристы писали свои статьи, законодатель и прочее. Теперь это важно. Он лишал, с которым вот такой голодный проход, и ничего не будет. Поэтому вот мне хотелось бы вас призвать к каким-то правильным, грамотным, юридическим решениям. Значит, есть управление, которое своими обязанностями не справляет. Есть губернатор, я не знаю, есть ли возможность обратиться к губернатору. Мы обратились в правительство увеличить штат, чтобы они набрали специалистов. Мы год не могли от них давить, чтобы они нам помогли. То есть штата у них нет. Да. Специалистов они направились. Так мы как раз обратились от других и спросьба увеличить управление штат, чтобы они набрали специалистов. Нормальную инспекцию сделали. Значит, вот сейчас с 1 мая управление уходит из министерства. У них никого нет. Поэтому я не знаю куда. Может быть это не губернатор. Может быть это обращение. Нет, это губернатор. Губернатор, да. Надо поставить в известность, что созданные управления не работают. Не работают. Понимаете, не работают. Победите, пожалуйста. Победите, пожалуйста. Победите, пожалуйста. Я хочу сказать, что я была на обращении губернатора, а учреждение культуры и вообще ничего не было сказано. Я была просто в шоке. То есть у губернатора, в его программу. Старые сотрудники, которые были в курсе происходящего, которые много лет проработали, и их никого нет, они уволены, набраны люди, которые профессионально не соответствуют занимаемой должности, ну и так далее. Я считаю, что надо начать сверху. Обращение к губернатору и передать ему надо, чтобы с того... Мы точно пошли и проходили. Управление говорит так, первое, у нас нет сотрудников, мы в город говорили, давайте мы напишем письмо губернатору, чтобы вам увеличить сотрудников. Тишина, в общем, вот только сейчас добились, они нам дали данные, сколько нужно сотрудников, направили такой письмо, пока нет. Второе, Березовская прямотекстная совещание заявила, ну кто будет работать за 45 тысяч? Я на приеме, у Березовской на приеме, я предложила прийти работать бесплатно. Она долго смеялась, ответа не последовало. Нет. Вы можете сколько угодно. Ну, часами, да? Да я тоже. Но вся вот чиновище, я сомневаюсь, отвечает за все за это. Она просто не работает. Скажем спасибо за внимание поддружному наследию. Ну да, что мы констатируем, что есть большие трети проводят главного управления. Вы учтите, что вот эти все обращения... Не, ну мы прекрасно... Как наладить работу главного управления? Нет, ну как вам? Мы все едем работаем, а потом тяжело. И получается так, что эти интересы поддерживают не ради их пользователей, а не адресу. Понимаете, все наоборот. Все наоборот. Все мы принимаем. Сейчас мы про дону обращаться в областную или куда... Бесполезно писали в областную. Я, например, писала, что в местную, что в областную по поводу целого партия. Они спускают на место, а месту ничего не отвечают. У нас вот одни горят бумаги. Мы через советы депутатов точно так же в конкуратуру выходим. Какими-то там окольными путями кое-что узнаем, дают справки хоть какие-то. Ну, неофициально. Вы знаете, сколько у нас с конкуратурами работают? У нас есть федеральное министерство, которое... Может быть, через федералов наоборот? Еще одну минуту. Федеральное министерство сейчас все следствием заняты. Собственно, Я вам рассказала эту ситуацию, а решать это нам не надо будет. Спасибо большое, что вы все оказались... Ладно, продолжаем ходить. Если нет, вы никаких желающих... Нет, я желаю... Вот это слово. Нашему селу Асашу 540 лет, приезжайте к нам.